Торжественный приём провёл губернатор края. Он поздравил спортсменов. От Краснодарского края участие в соревнованиях приняли пять атлетов. Они завоевали четыре медали, одна из них – золотая. Но говорили не только о спорте. Очень важный вопрос. Человек, который находится на коляске, чтобы развиваться, не только в спорте, а в другой профессии, должен куда-то пойти, куда-то выйти? Всё правильно. Мы сейчас требуемся однозначные, жёсткие, предъявленные за всем застройщикам, что элементы доступной среды должны быть у всех зданий. Для того, чтобы не только спортом занимались, но и просто могли чувствовать себя такими же, как и все. Это очень важно сегодня. Сегодня для меня, для администрации края, и в целом такую задачу я ставлю перед главами поселений, муниципальных образований. То есть должна быть эта доступная среда, о которой мы так всё время говорим, она должна быть реально доступной. Она должна быть не просто в заявлениях, она должна быть в жизни. А вы, те, кто вдвойне, втройне сильны духом, потому что продолжаете жить, бороться, жить активно, радоваться жизни, что само по себе очень важно – радоваться жизни, даже исходя из непростой части этой жизненной ситуации. Работу продолжат и в развитии спортивной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, чтобы как можно больше человек смогли заниматься физкультурой. 417 тысяч на сегодняшний день на территории края находятся в такой непростой ситуации. И, к великому сожалению, пока только 14% занимается именно физической культурой и спортом. Конечно, мы будем делать всё, потому что губернатор нам такую задачу ставит, чтобы как можно больше привлечь, особенно молодых людей, для занятия физической культурой и спортом. Сейчас в крае работает 28 спортивных клубов для людей с ограниченными возможностями. Цель – чтобы такие комплексы были в каждом районе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.